50 на 50! Все! Чуть-чуть уйти нас будет больше. И я стала уже по-другому относиться к этому, уже своих подруг стала уже рассказывать. Девчонки, давайте, пусть мальчишки на нас работают. И сколько времени? Ну, ты сам определяешь, сколько времени. Какая разница? Главное же, как ты эффективен в это время. Мы уже здесь вот с платьями разговариваем, что если поначалу тебе нужно заводить, делать 100 попыток в день, пригласить хотя бы 40 человек, из них 10 человек, может быть, все-таки зайдут на тест-драйв, из 10, может быть, 2 станут стартер-китами. То уже когда-то все больше и больше в бизнесе, то тут бывает все очень просто. Сколько сегодня пригласил? Четыре. А сколько зашло на тест-драйв? Четыре. Сколько стартер-китов? Четыре. То есть, и вот тогда думаешь, ну, наверное, уже когда рано или поздно, количество перерастает в качестве. Ну, вот как-то так. Поэтому тут зависит, наверное, все-таки от того, чего ты хочешь. То есть, если тебе надо за короткий промежуток времени сделать хороший результат, ты нацениваешься на качестве. Ну, все равно никуда мы не денемся, пока ты не набьешь шишки, там, мозоли не надрешь, там, да, ногти не содрешь. Так, в любом деле нужно посмотреть и забраться, как это работает, и тогда уже начинать работать. Да ладно, то есть женщин там просто смотрят, разбираются. Не им надо, они берут и делают. Ну, да, ладно, если человек хочет, то будет честно. Женщина – это тоже человек. А можно вопрос из оператора? Тиана, скажите, вот проблема мужей и жен, вот как-то разрешимо вообще, когда жена хочет... Когда супруга хочет начать бизнес, но муж ей говорит, что нет, это все пирамида, это там нельзя ни в коем случае. Муж прав, муж всегда прав. Девочки, муж всегда прав. Ему надо об этом говорить. Ты прав, конечно. Именно потому, что ты прав, я попробую. Как вариант. Все правильно. Ну, вообще, много жили у нас случаев, когда мужья были против, женщины все-таки пробовали. Ну, тут, наверное, просто соблюсти некую аккуратность, толерантность, привлечь третьи силы, там, спонсоров, кауку спонсоров сведет с мужьями, например. У нас же есть много таких семей, когда мужья сначала были против, и пусть этот муж, ну, известный какой-нибудь, поговорит с вот, в данном случае, с таким мужем, который противодействующий, неверующий. И пусть, ну, они там как-то договорятся. Ну, а потом всегда жена может с мужем договориться. Не знаю, пообещают, потому что пирожки по воскресенье. Как вариант, за то, что он ей разрешит, там, ну, просто попробовать. Да, все правильно, безвыходных ситуаций не бывает. Наверное, нужно просто очень сильно захотеть. Любая девушка, я думаю, может в этом вопросе разобраться самостоятельно. А потом уже же просто поиграться. Да, смотрите, вот я все время рассказываю. Вот я в АФФА принимала участие в тренинговом агентстве. У нас был свой тренинговый центр, и мы приглашали разных именитых тренеров. Вот я даже сейчас вот пересматриваю иногда, что там у нас в городе происходит. И я рассматриваю, допустим, систему ПРАФТВ, это как тренинг. За сколько там, 30 долларов, я в гривнах знаю, 250 гривен человек на 3 месяца покупает себе возможность посещать сколько там, больше тысячи часов тренингов. Причем живых, реальных, практических советов, как делать бизнес в интернете. За какие-то там 30 долларов. Слушай, это на пиццу мы пойдем, да, в пиццерию. Это мы сейчас скинули, да, 30 баксов оставим. А это 3 месяца ты можешь ходить, слушать. А там ты уже решишь, надо тебе, не надо. Это можно использовать.